Привет! И сегодня мы совместно с Федерацией Холодной России разберем еще один тест на подвижность плечевого сустава. И здесь одно протестируем разгибание в брудном отделе. О разгибании в брудном отделе, немножко расскажу о нем, критически важная часть. То есть у нас здесь есть сгибание, есть разгибание в брудном отделе, есть у нас избыточное сгибание. Тогда у нас, особенно в видах спорта, где мы поднимаем руки наверх, можем увидеть, что у нас сгибание в плечевом суставе будет сильно ограничено. Точно так же внутренняя ротация, которую мы тестировали до этого с замком, внутренняя ротация также будет сильно ограничивать наши возможности поднять руки наверх. Именно ограничения в избыточном сгибании, то есть ограничение разгибания, дают нам потенциальные боли в плечевом суставе и в других частях тела, а также снижение производительности. Покажу вам тест у стены, один из моих любимых. Мы встаем к стене спиной, прижимаемся ягодицами, лопатками, голову выстилаем на стенку. Поясничный прогиб стараемся нейтрализовать, не обязательно докасаться поясницы. Наша задача не увеличивать прогиб поясницы, когда мы будем выполнять этот тест. Руки ставим на уровне плеча, в локте 90 градусов, делаем наружную ротацию в плечевом суставе, прижимаемся запястьем, то есть лучше запястьем суставом и кистью, остальные все части тела наши не отлипают и мы скользим руками наверх, стараемся руки полностью выпрямить и опускаем вниз. Это упражнение также можно использовать на разминке или для того, чтобы заняться своей осанкой, но в нашем случае мы тестируем разгибание в грудном отделе, наружную ротацию и сгибание в плечевом суставе. И попробуйте этот тест, попробуйте сделать 10-12 повторений, почувствуйте как спина ваша выпрямляется и либо оцените то, что амплитуды в этих движениях у вас ограничены и необходимо их развить. Мы также покажем упражнение, как можно значительно легче этот тест правильно выполнить и увеличить амплитуду в этих движениях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова